Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Лазерные мечи вернут в игру. И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Симулятор Автомобиля номер 2. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, по нашей замечательной традиции, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мой новый видос. И, кстати, ребята, давайте добивать 108 тысяч подписчиков. Осталось всего лишь 500 человек до этого числа. Вообще, дорогие друзья, как вы могли понять, сегодня у нас будет опять такой более разговорный ролик, потому что многие соскучились именно по таким видосам. И сегодня мы поговорим на тему лазерного меча. Да, дорогие друзья, в интернете появились слухи о том, что в игру все-таки вернут наш лазерный меч. Довольно-таки интересная штукенция. Кто олд, тот, конечно же, поймет, о чем я говорю, что в игре можно было найти кое-какое оружие. Оно у нас находилось, собственно говоря, в доме на коттеджах. Вот прям олд ставят лайк прямо сейчас, потому что это действительно классная штука, с которой можно было вытворять, ну, очень крутые маневры. К примеру, можно было там ускорять машину с помощью багов, но это знали очень малое количество людей. И всякие штуки именно вот в этом доме. Кстати, он у меня есть, ну-ка, давайте в него зайдем. Я попробую показать, может быть, сейчас меч там есть. Все возможно, но он раньше был именно тут. Выглядел он действительно круто, его можно было взять и продолжить с ним путешествовать. Сейчас его из игры, собственно говоря, убрали, и никак его взять не получится. Обычно он был вот тут, на стуле, и, ребята, чего? Ребята, он до сих пор есть? А, мы его взяли, но мы не можем. Вот, найти световой меч, да, ребята, мы взяли световой меч, но использовать мы его никак не можем. То есть он как бы лежит тут. Вы можете тоже прийти, если вы давно даже не видели этот лазерный меч в игре, то вы можете прийти именно сюда, на это место, попробовать его взять. И, возможно, у вас получится как-то воспользоваться им. Если что, пишите, если у вас получится этот баг заюзать. И обычно я вот тут садился и пробовал этот лазерный меч кидать куда-нибудь и прикалываться. С помощью него реально много крутых вещей можно было сделать. Но, ребята, как видите, сейчас это не получается сделать. Кто олд, должен знать, что он выглядел именно вот таким вот образом, дорогие друзья. Вот такой вот прикольненький световой меч, который был реально в этом доме. И это было реально клёво. Олды вспомнят. И вот просто, ребят, за этот момент, ну действительно, поставьте лайк. Потому что мне очень хотелось бы снова вернуть его в игру. Но его, собственно говоря, нету. Но сейчас, благодаря инсайдерам, некоторым зарубежным блогерам, которые тоже любят нашу игру, я нашёл слив о том, что в новом обновлении у нас может появиться световой меч. Хотите ли вы, собственно говоря, его увидеть в игре? Если да, то ставьте лайки. Лично я безумно хочу, потому что это была любимая моя штукенция в игре. Она реально давала поприкалываться прям неплохо так. Много приколюх можно было с ней совершить. Различные баги были, которые разработчики, ну как сказать, просто чуть-чуть не заметили. Но это было реально клёво и круто. Было бы круто хотя бы заметить, был бы какой-нибудь магазин, где можно было бы их купить за какую-нибудь валюту, к примеру, за крипту. Я бы согласился бы, потому что, ну, они прикольные. Или хотя бы какую-нибудь бейсбольную битву, чтобы поиграть в американский футбол. Если кто-то за, то ставьте лайки, возможно, разработчики увидят этот ролик и обязательно добавят, послушают нас и сделают так, как мы предлагаем. Поэтому, ребят, ну, это было бы действительно, ну, как по мне, круто и прям очень топово. Поэтому, ребят, обязательно, вы сами знаете, что мои ролики попадают в рекомендации, когда много людей ставит лайк. Я уверен, что каждый из вас познакомился с моим каналом благодаря рекомендациям на ютубе. Потому что вы такие зашли на ютубчик с утра или там вечером после школы. Открыли и бац, увидели ролик по кар-симулятору. Думаете, ух ты, интересненько. И начали смотреть, потому что ролик вам выпал в рекомендации. И давайте так же сделаем, чтобы этот ролик собрал максимальное количество лайков и чтобы мы смогли достучаться до разрабов и они добавят его. Потому что они его убрали, чтобы пофиг все такое. Может быть, они забыли. А мы им напомним и сделаем так, чтобы это было круто, ребята. Поэтому обязательно пишите, с какого вы обновления играете. Застали ли вы в игре этот световой меч, который, ну, действительно, клево смотрится, ребят. Ну, я вот просто не могу. Эх, как же его не хватает. Но все равно, ребята, в любом случае, мы продолжим играть в эту игру. Поддерживать разработчиков, покупать донатные машины. И, собственно говоря, просто кататься в онлайне, зарабатывать криптовалюту и прочие вещи. Кстати, дорогие друзья, обязательно не забывайте, хотел напомнить вам, забыл совсем сказать. Совсем забыл это сказать. У нас вместе с Бинком появился новый канал, который называется Top of Night Games. На нем, собственно говоря, у нас выходят совместные ролики, где мы снимаем, ну, с ними вдвоем. Поэтому обязательно переходите по ссылочке в описании, там вышел новый действительно топовый ролик, который, ну, стоит посмотреть. Поэтому, ребят, ссылочек в описании обязательно посмотрите и подпишитесь на канал. Мне будет очень и очень приятно. Ну, а также, дорогие друзья, очень многие подписчики часто пишут в комментарии, что личи почему-то криптовалюту стало невозможно добывать в онлайне. Сейчас мы, ребята, это проверим ради вас. Я сейчас зайду на комнату разработчиков, где разработчики тестируют что-то. 2.130.706.432. Зайдем туда и посмотрим, сами как-то вылит наяву, почему люди говорят, что нельзя крипту заработать. Давайте попробуем поедем на какое-нибудь задание. Возможно, ко мне кто-нибудь приедет. Тут, кстати, тут очень много людей играет. Ё-моё, я просто в шоке от того, что тут реально прям действительно большое количество людей. Ну, кстати, у меня супра на первом уровне, на первом стейдже. Я не знаю, у меня получится ли кого-нибудь выиграть в игре, но всё-таки давайте поедем на большое скопление людей. Кто-нибудь, может быть, меня увидит. Ну-ка, опа, вот он чувачок. Давайте ему поморгаем, чтобы он меня заметил. И попросим со мной поиграть в гоночку, чтобы люди... Ооо, какие чёткие у него фары. Ребята, я в шоке. Посмотрите, во-первых, у него прозрачный линейк. Блин, красавчик, пацанчик. О, кто-то стоит на гонке. И сейчас поедем к этому пацанчику. И попробуем поиграть с ним. Ну-ка, давайте-ка нажмём. Подписчик. Кого там? Там я что-то не увидел, что-то написано. Подписчик личи. О, это пойдёт. Это наш парень. Давайте нажмём на гоночку, начать заезд. И попробуем его... О, всё, он готов. Сейчас с ним сыграем в гоночку. Но он почему-то в небе парит. Ё-моё, я в шоке. Попробуем. Ребята говорят, что невозможно сейчас в онлайне с любыми людьми играть. Ну, сейчас проверим, ребят, почему бы и нет. Посмотрим, что из этого выйдет. Чё почём. Хоккей с мячом. Всякие такие дела. Ну, осталось подождать совсем чуть-чуть. Всего лишь 9 секунд. Кстати, кодовое слово в этом ролике пускай будет подпишек. Вот так. Вот как тут написано. Пишите это в кодовое слово. Вот мне будет очень приятно. Вот именно так же напишите. И тогда я пойму, что вы смотрите ролики. Опа, он спустился. Ну-ка, давайте проверим, кто круче. Подписчик личи или, собственно говоря, личи. Погнали, let's go. Ну-ка, главное не подрезать, чтобы честная гонка была. Опа, опа, опа. Спасибо, дружище, что убрался лавочки. Но, ребят, посмотрите, он топит. Да у него тачка быстрее. Я не выиграю. Я реально его не выиграю. Посмотрите, как он затопил. Что его, ну, реально обогнать будет невозможно. Он реально гонщик нелегальный. Чувак, если ты этот смотришь ролик, то ты красавчик. Реально у тебя топовая тачка. Посмотрите, как он катается. Он вообще, видимо, очень заряженная тачка у него. Абсолютно. Надо будет, кстати, снять ролик, как я, собственно говоря, прохожу эту гонку с подписчиками, либо на стриме с вами поиграть. Будет приятно. Хотя на стриме наверняка это не получится, потому что там заходит очень много человек. И я думаю, что другие игроки, которые будут, ну, там, сколько, 9-11 игроков лишних, они будут мешать прохождению гонки. Ну да, ребят, смотрите, всё. Но мне его абсолютно не обогнать. Он ушёл абсолютно далеко. И, кстати, у меня бензинчик заканчивается. Главное вот тут не прозевать поворот. Ну, чувак, видимо, прошаренный. Но он чуть-чуть застрял. Опа, опа, опа. Но я тоже. Эй! Ребята, он жульничает. Посмотрите, что он сделал. Ё-моё, я в шоке. Просто подписчик меня выиграл. Но я ставлю ему лайк, потому что он красавчик. Реально тачка заряженная. Почему бы не выиграть в гонке? Прям, ну, действительно, молодец. Ну да, шанс выиграть его абсолютно нулевой. Хотя, опа, он застрял. Или... А, нет, это не он был. Это другой был игрок. Ну, ладно, давайте тогда выйдем из гонки. Пускай он заберёт чистую победу. С ним дальше нет смысла соревноваться. И, собственно говоря, закончим на этом ролик. Поэтому, ребят, в принципе, на этом всё. Если вам видос понравился, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите свои крутые комментарии. Кодовое слово в этом ролике. Пускай будет то, которое я уже показал. И всё. Поэтому, ребят, подписывайтесь. Давайте добивать 108 тысяч подписчиков. И всем спасибо за просмотр. И всем до скорых встреч.